Привет, друзья! Сегодня мы с Антоном Ивановым будем проводить такой эксперимент для передачи Тайны жизни. Эксперимент посвящен местам силы. Сегодня мы сделаем такую экскурсию, да? Да, мы небольшую экскурсию сделаем с Ильёй. Я покажу ему несколько мест и мы попробуем даже практику поработать с местом силы. Сейчас мы находимся около одного из очень интересных мест в Севербурге. Это Дворцовая площадь. Это, во-первых, очень знаковое место, потому что это сердце города. И, во-вторых, здесь находится само по себе место силы. Да, друзья, сейчас мы обследуем Дворцовую площадь, а потом будем смотреть еще другие места. В прошлый раз, на прошлом видео я говорил, что бывают места силы определенных разновидностей. Я в основном говорю про природные места, то есть вот есть природное место силы, природная точка, где есть природный канал энергетический, энергоструктура Земли. Так как в городах и вообще в каких-то населенных пунктах эти места, они не бесхозные, да, они используются чем-то, кем-то, да, подключены через здание, через строение к определенным эгрегорам, вот. То здесь, соответственно, например, вот мы видим место у нас также уже освоено. Фактически вся площадь является неким проводником, да, не то чтобы проводником, она работает на это место, да, скорее колонна является здесь больше проводником, вот. Само место, ну и сама площадь, она работает, она усиливает эту природную точку, которая расположена на площади. Можешь рассказать подробнее об этом месте силы, вообще, что она дает, для чего нужно, как с ним работать? Здесь сильная мужская энергетика, скажем так, да, вот если говорить о колоннах, вот, и вообще об архитектуре, с сакральной точки зрения, то колонна, она несет, ну, она некий сакральный символ. Я вижу пирамидку с глазом. Пирамидку с глазом, да, 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 вот. Она указывает, может указать нам на место, если догадаешься, где оно, будет очень интересно, посмотрим. То есть эти пирамидки, точнее треугольники, они могут показывать, да, где место с глазом? Ну, по сути, да, по сути, это как некое обозначение, к тому же, да, вот. То есть, как бы, тот, кто строил эту вышку, да, он все это знал, получается? Тот, кто возводил колонну, знал, безусловно, архитектор Моноферран, ну, и тот, почему заказы возводилась, да, то есть Николай Первый, ну, это, если верить официальной истории, вот. Также, кстати, Моноферран построил Исаакиевский собор, где тоже есть место силы, вот, туда мы сегодня не пойдем. Я думаю, что человек был просвещенным, вот, то есть он имел отношение, возможно, каком-то, каким-то образом к масонству, то есть, возможно, самое непосредственное, вот, и он знал, как бы, очень многие вещи, вот, какие-то тайные, сакральные, в том числе, то есть не просто так человек строил именно главный собор страны в то время, да, символизм колонны сам по себе, то есть, вот эта вот вершина колонны, да, там, где стоит ангел, это некий, некий, скажем так, вот эта точка абсолюта, да, там, где, можно сказать, там, некие небеса, то есть Бог, вот этот мир, который там, наверху, да, то есть там, где сознание находится, да, вот это вот, можно сказать, можно сказать и так, да, а вот это вот основание, оно, можно сказать, или сотворяет наш мир. Сама колонна, она как проводник, по сути, грубо говоря, обозначает вот этот некий такой столб, да, то есть такой устойчивый поток, да. А покажешь, где тут находится, если силы-то? Ну, смотри, вот попробую, ориентируясь на вот этот треугольник сам определить, мне интересно просто, найдёшь ты? Ну, хочется как-то считать по центру, наверное. Вот давай попробуем. Ну, ты практически прав, на пару шагов назад. А почему не здесь? Ну, где это написано? Написано, как бы, я когда искал, я почувствовал, а так, в принципе, как бы, люди, которые делали это, они рассчитали. Здесь ещё идёт математический расчёт определённый, да, то есть это как, допустим, церковь, то, например, там под купол поставить в центре церкви, да, церковь в самом по себе сооружении тоже определённое, очень интересное по архитектуре. Ну, что-то чувствуется, да, здесь какое-то, знаю, напряжение в ногах. Напряжение в ногах? Да. Плотность, плотность. Все чувствуют по-своему, да, то есть смотри, когда человек каким-то образом работал, может быть, да, с энергетикой, вот, если его поставить на место, да, и начать с ним работать, давать какую-то технику, то он что-то ощутит в любом случае, то есть у него будет чувствоваться чётко, то есть какое-то ощущение. А что он почувствует, это зависит уже от его восприятия. То есть кто-то может видеть, например, картинки какие-то, да, кто воспринимает через это. То есть одна девочка, например, у неё были какие-то образы, картинки, да, какие-то ощущения, там, закручивания, может быть, ещё и так далее. Кто-то чувствует именно на уровне, вот, знаешь, там, что-то по ногам, там, может быть, или какие-то ощущения, там, по телу, да, как, там, ощущение тепла, холода. А ты обычно в экскурсиях даёшь какие-то практики, да, технику? В экскурсиях, смотри, я даю технику такую самую, наверное, простую, то есть это зарядка талисмана, да, то есть на месте силы, вот. А какие-то более серьёзные это уже даётся на индивидуальных каких-то практиках. Интересно, линия идёт, как она идёт прямо в центр ворота? Ну да, кстати, да. Всё же расположено тоже очень непросто. Вот, вот, можно начать с того, что есть вообще семь слоев мироздания, да, по, вот, основу тайны доктрины Блаватской, да, то есть у неё семь слоев мироздания она выделяет. Первые три слоя – это вот мир абсолюта, можно сказать, то есть они, да, сама точка абсолюта – это пространство и время, да, то есть вот, они, скажем так, нам недоступны для понимания, да, вот, и символом этого всего является треугольник, да, то есть вершина этого является как раз-таки точка абсолюта. Вот, а ещё есть четыре слоя – это так называемый наш тонкий мир, да, как описывается, вот, и четвёртый из этих слоёв, последний – это физический мир, наш, в котором мы живём, вот. Символом этого всего является прямоугольник, вот. Вот, если мы их совместим, то получится какая-нибудь очень интересная картинка. Треугольник, соответственно, да, и прямоугольник. Но смотри, допустим, попробуем найти здесь вот треугольник, мы видим, где число треугольник, да, и прямоугольник, да, например. То есть получается, как, если мы нарисуем на бумажке, то как домик мы в детстве рисовали, да, то есть таким образом можно сказать, что вообще в архитектуре строений, зданий заключена структура Вселенной, вот. А так я могу сказать, что здесь всё устроено так, вся эта площадь, да, то, что здание, колонны, все строения, они на это место работают. Ну, как думаешь, если человек придёт, он сюда встанет, просто, просто человек. Ну. Фотографируется, он что-то почувствует. Ты знаешь, в зависимости от направленности мыслей человека, это раз, да, то есть... То есть главное внимание, да, всегда? Да, главное внимание и настрой определённой, фокусировка, то есть, что если ты идёшь вместо силы, да, скажем так, то настрой должен быть соответствующий. Вы могли бы почувствовать то место прямо вот здесь, например, или дома у себя? Дома у себя? Или обязательно приходить? Можно почувствовать, можно настроиться и подключиться, то есть можно это делать ментально, да, то есть представить, что ты, допустим, стоишь в этом месте силы, да, То есть даже человек, вот смотря на нас, может настроиться сейчас, да, и почувствовать что-то, да? Ну, если человек очень хорошо, скажем так, работает с энергетикой, я думаю, что он может это сделать. Посмотрите, вот дворцовая площадь, она в форме вот этого полукруга. В центре этого полукруга вот эта вот арка, да? Это можно по карте посмотреть, да? Ну, можно и по карте посмотреть, да, то есть через эту арку, по сути, идёт какой-то поток определённой энергии туда-обратно, и по сути энергетика, да, с площади, она уходит в небольшом количестве, и в небольшом количестве сюда приходит через неё, да, а в основном она здесь, скажем так, скапливается, задерживается, да, то есть можно сказать, и таким образом, по сути, да, по сути питает, и плюс, ну, как бы, как я ещё думаю, зачем это делается, то есть, во-первых, здесь императорский дворец был сам по себе, да, здесь в своё время была же резиденция, когда всё это строили, то есть это было нужно, при том, даже сама площадь, вот такой полукруглой формы появилась ещё до того, как построили здание главного штаба, тут ещё, там, в 1730-е, 40-е какие-то годы здесь уже было там, а здание построили спустя лет 80-90 после этого. Сейчас мы двигаемся к стрелке Васильевского острова, где у нас замечательное здание биржи, вот, очень интересное, по своей форме напоминает она древнегреческий храм, там тоже место силы, да, здесь просто хорошо. Вот мы пришли к стрелке Васильевского острова, да? Да, это стрелка Васильевского острова, вот, очень символичное место нашего города, Петербурга, вот, само здание, вот это необычное, о котором я говорил, биржа, здание биржи, само здание напоминает на вид чем-то, какой-то древнегреческий, может быть, храм или древнеримский храм. То есть здесь больше связь идет с морем, с морской стихией, вот, то есть мы видим, да, что сидит наверху тритон. Само место сможешь найти здесь? Попробуешь? Ну, оно, да, на этой стороне находится. По центру здесь. Ну, да, 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 по центру. А по центру тут как бы большое расстояние до дверей и обратно. Где-то здесь где стою? Ну, судя по ощущениям. По ощущениям. Оно на ступеньках. Вот здесь, опять же, уже будет другое влияние, потому что здесь уже другое Грегор. Что за дело? Это неправильно. Неправильно определили? Илья пробует определить место. Вспомним, что я говорил про сакральную архитектуру, то это здание больше, да, будет похоже вот на ту схему, о которой я говорил, то есть вот этот треугольник наверху и прямоугольник снизу, вот. А можно сказать, что да, в каждом здании заключена вот эта модель вселенной, модель мироздания. Также посмотреть слово мироздание, да, то есть разлить мироздание. Ну, я же сказал на ступеньках, но не сказал же на какой из них. На первой? Ну, где-то вот в этом районе, да. Здесь тоже все, в принципе, рассчитано, опять же, и колонны сами, и само здание. Требовский садок. А почему? Потому что здесь проводятся часто у нас массовые мероприятия, да. Во-первых, плюс гуляет много людей, вот, и большой поток машин. То есть, в принципе, здесь энергии много, вот, но само по себе энергия тоже бывает разных качеств. Вот, именно сама природная точка, она находится именно вот в этом месте, да, где мы сейчас с тобой находимся, вот, и усилена за счет здания и за счет Грегора, который, грубо говоря, является, ну, условно, в кавычках, хозяином этого места. Помнишь, подойдешь, иди. Да, мы находимся в Михайловском саду, около павильона Росси. Архитектор Росси, потому что он создавал. Вот, тоже дяденька был просвещенный, судя по всему, вот, потому что как он строил и что он строил, да, то есть он же построил Александринский театр, да, есть вот эта улица, да, Зочева Росси, она называлась театральной в его, да, в то время. Также он построил главный штаб как раз тот самый. Скажи о мистической составляющей этого места. Опять же, здесь природная точка находится, внизу на пристани. Павильон, этот он, опять же, является зданием-проводником, то есть на нем мы видим символику, вот эти вот венки, да, по три венка и на фронтонах, по-моему, да, по одному. И, как я говорил, сам по себе павильон, необычный по архитектуре, он напоминает чем-то еще египетские ворота есть у нас такие в царском селе. Вот, мы можем спуститься сейчас к самому месту. Пойдем. Само место находится, да, сама точка, она находится вот здесь, вот, в принципе, по центру пристани. Сейчас мы можем даже с Ильей попробовать сделать небольшую практику. Суть практики заключается в чем? То есть мы сейчас попробуем поработать с мест, с этим местом. Вот, если у тебя есть какой-то запрос, можно отталкиваться от него, да, то есть либо по спирали, либо по тору энергию прогнать. Можем попробовать даже продиагностировать на тебе, да, что это за место, какого уровня у него вибрации, да, то есть до какого они доходят, до какой чакры. Тебе нужно, соответственно, туда встать сейчас. Будешь что-то делать, как и я буду что-то делать? Я буду говорить, я буду тебя направлять, вот. Встань, пожалуйста, вот сюда, вниз. У меня сбросили туда? Нет. Ну, я могу сделать шутку такую, но это будет не очень хорошая шутка. Закрыть глаза. И мы начинаем расслабляться. Мы сейчас находимся на одном из мостов Петербурга, вот. Он находится около Михайловского замка, тоже очень интересного места. А почему мы здесь находимся? Потому что здесь тоже есть место силы на этом мосту, вот. Вот, в принципе, природная точка. Она находится вот здесь, вот. Сам мост по себе тоже изобилует различные... Где ты где-то встал? Конкретно, конкретно, вот прямо практически где ты встал, то есть вот, да. Вот здесь, где я стою сейчас в данный момент, да. Вот. А сам мост тоже очень интересный. Если посмотреть, то у него там, где вот эти вот устои по бокам, стоят вот такие интересные символы, то есть такие стеллы из копий, да. По фонари. Да, типа фонари. И на вершину, на вершину вот эти вот шарики, да, золоченые, на которых орлы в себя двуглавые. И шарики, как я говорил в тот раз, это своеобразные концентраторы энергии тоже. Вот. На разных мостах мы можем в Петербурге их наблюдать. Вот. Они создают собой тоже, как я подозреваю, некую энергетическую решетку Санкт-Петербурга, да, то есть структуру самого города, самого эгрегора поддерживает сам эгрегор города. Мы находимся у летнего сада, вот, в Петербурге. На набережной. Да, на набережной реки Невы. Вот это знаменитая решетка летнего сада. И вот это одни из ворот, это один из входов в летний сад. Здесь тоже находится одно из мест, одно из точек. Если посмотреть, то на другой стороне Невы находится домик Петра Первого, например, и дворец одного из великих князей. А вот там видишь, где много деревьев? Вот где много деревьев. Вот там. Вот он там спрятался. Еще можно посмотреть здесь вот эти вот очень интересные, да, типа цветы или какие-то такие вот объекты. Они мне напоминают движение энергии, да, в чакре. Ну и плюс сам по себе символизм ворот, да, то есть, опять же, вот этим по бокам две колонны и проход. А само место здесь находится посерединке, посередине ворот. Илья может попробовать встать и почувствовать его. А здесь? Сам очень давно здесь не был. Какой вообще критерий правильности того, что ты на месте силы? Как определить это? Смотря как ты ищешь. То есть можно смотреть по архитектуре, да, по обозначениям каким-то, да, и еще плюс ощущения. Какие ощущения могут быть? Тебя может тянуть вверх, да, ты можешь чувствовать какое-то энергетическое влияние, да, какую-то наполненность. Разные люди ощущают по-разному, да. Кто-то, например, может встать, там, почувствовать какое-то тепло в какой-то части тела, например, да, или наоборот мурашки может быть. Кто-то там, у кого-то может какие-то другие телесные ощущения. У меня в ногах странные ощущения. В ногах? Да. Здесь? Ну да. Ну и там тоже были. И там тоже были, да. Да, ну это может быть твой критерий тоже, да. То есть это индивидуально для всех, то есть в зависимости от восприятия, от того, как у кого оно настроено, от уровня сознания тоже. У меня, например, тоже вот случай могу сказать. Интересный и нехарактерный, например, у меня друг один, когда работал в Казани с местами силы, он вообще слышал, вот именно, когда погружался, слышал, например, церковные песнопения, ну что-то подобное. Им, да, то есть отдаленно. Вот, при том, как бы, когда он выходил, ну ничего такого не было. И это было в Казани, причем там, то ли у какой-то церкви, да, он делал, то ли у башни 7 веке, я просто не помню где точно, но вот, как бы, такое было. Ну вот, друзья, проходите, тестируйте свои ощущения. Да, мало просто найти точку, протестировать, важно еще правильно воспользоваться, опять же, и правильно поработать, да. Субтитры сделал DimaTorzok